Банк России предполагает, что выявил одну из самых крупных финансовых пирамид за последние годы. В деятельности группы компаний Кэшбэри нашли явные признаки как раз таких организаций. Вкладчикам обещают доходность до 600%, при этом лицензии на привлечение средств у фирмы якобы нет. И по данным Центробанка, компания не ведет реальной экономической деятельности. Эта информация передана в Генпрокуратуру и МВД. Еще один фактор пирамиды, знакомый нам со времен МММ, это агрессивная реклама в СМИ. В том числе с участием звезд. Вот, например, Николай Басков не только исполнил гимн Кэшбэри на вечеринке, но и записал ролик, где активно рекламирует Кэшбэри Коинт. Только вдумайтесь, за первый месяц торгов Кэшбэри Коинт оборот составил около 20 миллионов долларов. А ведь это только старт торговли. Я уверен, что за криптовалютой будущее. И можно сказать, что люди с нуля становятся миллионерами. Класс. Мои коллеги побывали в одном из офисов Кэшбэри и увидели, как проходит работа с клиентами. За столами сидят женщины и рассказывают о схеме получения быстрого дохода после вложенных денег. По этим туманным объяснениям не совсем понятно, как же все-таки можно здесь заработать. На самом деле схема для вкладчиков проста. Им предлагается выдавать займы частным лицам и бизнесу, а также инвестировать в криптовалюту. Доход обещают в шесть раз больше. Россиян предупреждают, вложения в Кэшбэри связаны со значительным риском потери денег. По наблюдениям экспертов, вернуть свои накопления в полном объеме не удается вкладчикам ни одной пирамиды. Если люди видят, что им обещают какие-то огромные суммы, то они должны в первую очередь подумать, откуда возьмутся эти деньги. Потому что экономика работает не по таким принципам, что можно постоянно зарабатывать где-то огромные деньги. Да, бывает такая ситуация, что компания зарабатывает тысячи процентов на военных поставках, на каких-то спекуляциях. Но зачем такой фирме, которая имеет такие возможности, привлекать дополнительных мелких вкладчиков? Вот маленький вкладчик, когда он оказывается в такой ситуации, как он попал в Кэшбэри, он должен задуматься о том, что он-то на самом деле не так привлекателен. Что его трудом заработанные маленькие денежки, они не очень нужны большим воротилам, у которых есть возможность получать огромные прибыли. По оценкам экспертов, пирамида привлекла в свои проекты уже несколько десятков тысяч человек. По мнению нашего экономического обозревателя Дениса Елоховского, современный вкладчик прекрасно осознает свои риски. Сейчас же, на мой взгляд, по моему убеждению, подавляющее большинство людей, которые идут в финансовую пирамиду, прекрасно понимают, куда они идут. Они прекрасно понимают, что это чистая вода и финансовая пирамида. Но расчет тут простой. Успеть выскочить до того, как она схлопнется. Потому что поначалу, первые месяцы, может быть, даже первые года полтора, люди получают эти самые доходности, просто потому что пирамиду надо раскрутиться. За последние три года Банк России выявил почти 600 фирм и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды. Все чаще вкладчикам предлагают инвестировать в криптовалюты. Средняя сумма таких мнимых инвестиций около 100 тысяч рублей с каждого участника.